В неволе, как на свободе. Это главный принцип, которым руководствуется в Бердянском зоопарке. Здесь создают все условия, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно. Самое главное в принципе не вмешиваться в их жизнь, не мешать им жить. И всё будет хорошо. Полную свободу получили и эти чернохвостые луговые собачки. Шесть лет назад для североамериканских грызунов построили просторный вольер. Грунт и камни привезли с Крымского полуострова. Работники зоопарка высадили кусты и деревья. Но теперь животные сами решают, что будет расти в вольере. Вот здесь, в этом вольере, находятся 45 видов растений. Из них 33 – это красная книга. Ну, как бы они кое-что уничтожили, но это всё-таки их вольер, что хотят, то и делают. Вот это для них как бы всё сделано. Луговые собачки в зоопарке прекрасно освоились и каждый год дают потомство. Не отстают от своих соседей и патагонские мары. Родственников морской свинки, обитателей Южной Америки, привезли в Бердянск из Чехии. Мы от них привезли пятерых мар. Самец и четыре самки. На сегодня уже их стало на три больше. Я думаю, ещё дальше ещё две самки должны родить. Сейчас в зоопарке более 150 видов животных и птиц. Практически в каждом вольере – малыши, которые появились на свет в Бердянске. От грациозных львов и белых полярных волков до миролюбивой ламы и маленького шотландского пони. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Ну, ещё чёрная приведётся. Она дарена. Продолжение следует...